Добрый день, дорогие друзья! Я зовут Алексей Фронт. Сегодня с нами Антон Зайцев, бизнес-кренер, лидер. Просто хороший человек. Добрый день, Антон! Спасибо, Саш, за промоушен. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о морально-этической стране, интернет-бизнесе в общем. Есть, в частности, пирамид, матриц, хайпов. Насколько морально и неэтически участвуют или неучаствуют, как собирать команды, есть смысл или нет. Вот об этом я хотел спросить. Саш, морально-этическая сторона вопроса в этом случае меня, честно говоря, волнует, скажем так, процентов на 20. Люди из пирамиды, в хайпов, в матрице идут, честно говоря, не за моралью, а за деньгами. Если рассматривать это без позиции денег, то я могу сказать следующее, что на конец июля у меня была конференция с моим аналитическим днем, который состоит из четырех ребят, очень высококвалифицированных. И они мне предоставили следующее данное, что на конец июля, как я вам сказал, на семь человек, которые участвуют в гербидального или матричного проекта, приходится отдать такой проект. Соответственно, как можно обеспечить приток в такие проекты, Александр? Очень проблематичная ситуация. Только, наверное, переступив моральные нормы, какие-то предрассудки, или же остаться по другую сторону. Приехаться своей моралью, вероятностью, белой жопой. Я хочу сказать вот что. Дело в том, что Фридрих Ницше говорил о морали следующее. Он сказал, что мораль – это выдумка толпы для того, чтобы сдерживать индивидуальность. Абсолютно верно, соглашусь. Хочется сказать еще о нем то, что он умер от секрета. Вот. А так, в принципе, что еще сказать? Да. Морально-этическая сторона вопросов пирамид и хайпов, она отодвигается на второй план, когда у человека появляется миллион долларов в кармане. Как только я знал и знаю людей, которых миллион долларов не сломал. Знаешь, Антон, вот здесь вот я могу согласиться. Я бы сказал более развернуто, что у каждого человека есть своя цена. Кто-то готов продаться, грубо говоря, за 10 долларов, кто-то за миллион, а для кого-то 10 миллионов евро не ценит, дабы переступить свои моральные принципы и скрыть сами, да? У каждого человека есть свои занятия. Есть люди, у которых цены нет. Есть люди, которые вышли за рамки вот этого понимания, яркий пример. Гаутам, Ситхар, я ему не более известный, как Гуда. И мужик, которому миллион долларов не взял, которому предложили какое-то математическое открытие. Я понял. Да, вот он. И те люди что-то поняли такое, что оттеняет ценность миллиона долларов в разы. И для тебя, и для меня покупать во многом миллион долларов, и это цель, которую мы идем, а эти люди поняли, что это такое, где миллион долларов уже, в общем-то, и не так ценен. Да, мы находимся в такой длинной и странной проекции, мысли с другими делами. Абсолютно я согласен. И дай нам Бог тебе и мне понять что-то подобное. Потому что на самом деле цель жизни это все-таки не миллион долларов, а цель жизни это все-таки понять саму эту жизнь. И на этой радостной ноге я предлагаю все-таки наш с тобой видео за шесть. В завершение, вот последний тезис я вам скажу. Друзья, всегда, сколько бы ни было вас денег, какие бы ни были бизнесы, проекты, всегда отдавайтесь любыми. Это самое главное, самая главная черта человека. Давайте всем удачи, успехов. Спасибо, Антон. Спасибо, Александр, за приглашение. Всего доброго, дорогие друзья. Огонь!